Британский премьер Борис Джонсон в ходе визита в Киев предупредил Москву, что возможное вторжение обернется катастрофой для России и всего мира. Российские военные разбили полевой лагерь близ белорусско-польской границы в рамках подготовки к совместным учениям союзной решимости 2022. Власти Мали высылают посла Франции. Париж и Брюссель призывают Мали отказаться от услуг ЧВК Вагнера. Первый китайский чемпион мира в зимних видах спорта Леу Джихуаня открыл эстафету Олимпийского огня в Пекине, который завершится в пятницу на стадионе Птичье гнездо. Отозвать российский контингент от границ с Украиной призвал Москву британский премьер Борис Джонсон. Он стал последним западным гостем высокого уровня, лично посетившим Киев на фоне обострения украинского кризиса. Глава британского кабинета предупредил, любые попытки вторжения российского контингента станут сигналом к введению ограничительных мер. Лондон обещает к 10 февраля подготовить законопроект о санкциях, нацеленных на близкий к Кремлю круг лиц. Вторжение России на Украину стало бы политической катастрофой, гуманитарной катастрофой. На мой взгляд, это также станет военной катастрофой для России и для всего мира. В Кремле отрицают любые милитаристские планы. Пост пред России в ООН назвал разговоры о войне провокацией. Москва обвиняет США и их союзников в игнорировании важных для России проблем безопасности и разыгрывании украинской карты для усиления влияния в регионе. Мне представляется, что те же Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины, хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане. Но самая главная их задача – сдерживание развития России. Вот в чем дело. В этом смысле сама Украина – это просто инструмент. Россия запросила от Запада гарантии нерасширения НАТО на восток, но ожидаемо их не получила. США сформулировали контрпредложение. В Москве считают, что по некоторым возможны переговоры, но они останутся второстепенными по отношению к главному запросу Кремля. Российские военные развернули полевой лагерь на белорусском полигоне Брестский в нескольких километрах от польской границы. Мотострелковая бригада Восточного военного округа Вооруженных сил России была переброшена в Беларусь в рамках подготовки к совместным военным учениям «Союзная решимость-2022», которые пройдут с 10 по 20 февраля. Проверка сил союзного государства пройдет в два этапа. На первом будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Беларуси. На втором этапе пройдут сами учения, в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов союзного государства. Маневры проходят на фоне напряженных отношений России и НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что учения в Беларуси могут быть использованы, чтобы скрыть подготовку к вторжению на украинскую территорию. При этом Москва утверждает, что отрицает даже мысли о войне с соседом. Руководство Мали требует от посла Франции покинуть страну. В Бомако так отреагировали на заявление главы французского МИДа Жанна Ивеледриана, который назвал власти страны нелегитимными. Министр в интервью СМИ заявил, что хунта заручилась поддержкой российской ЧВК Вагнера, которая, по словам Ледриана, уже грабит ресурсы Африканской республики. Еще осенью Франция и Евросоюз предупреждали Мали, что отношения серьезно ухудшатся, если в африканской стране окажется российская ЧВК. Но с тех пор в Бомако возле столичного аэропорта возник крупный лагерь, где тренируются десятки людей. Нет сомнений, что это опорная база Вагнера, своего рода ворота в Мали. Мы почти на 100% уверены в том, что с ноября через нее прошли сотни наемников. Сегодня, по нашим данным, там их около 450. В Мали антитеррористическими операциями занимается международный контингент Такуба. Из-за прибытия Вагнера от участия в нем отказались шведы, а от датчан потребовали покинуть страну власти Мали. Тем временем в республике многие надеются, что Вагнер сможет эффективнее бороться с джихадистами, чем европейцы, которые провели в стране уже почти десяток лет. И в то же самое время ЧВК вряд ли будет предъявлять требования касательно демократических преобразований. Из-за того, что правящие в Мали военные отказались проводить выборы в установленные ими же самими сроки, в январе против республики были введены санкции. Для вас во Франции Вагнер может и проблема. А тут у нас не Вагнер проблема. Наша проблема – это свобода. Мы просто-напросто хотим быть свободными. В Европе заявляют, что Вагнер действует при прямой поддержке российских властей. В Москве это категорически отрицают и отказываются комментировать деятельность Вагнера и численность россиян в Африке, ссылаясь на то, что это частная компания, которая занимается своим охранным бизнесом. Двое подозреваемых в убийстве полицейских на западе Германии арестованы накануне при проверке подозрительного фургона в земле Рейнланд-Фальц. Неподалеку от границы с Францией были убиты 29-летний полицейский и его 24-летняя напарница – студентка полицейской академии. Перед убийством они сообщили по внутренней связи, что остановили автомобиль с мертвой дичью в багажнике и вскоре о том, что началась стрельба. В случае с убитой женщиной полицейским один выстрел из ружья привел к смертельному ранению. Мужчина-полицейский был ранен в общей сложности четыре раза. Один из арестованных, 38-летний Андреас Юханнес Ша, связался с полицией через своего адвоката и вскоре был задержан в городке Зульцбах в федеральной земле Саар. Второй предполагаемый преступник, 32-летний мужчина, был задержан чуть позже, не оказав сопротивления. Как выяснилось следствие, полицейский выстрелил 14 раз, не задев ни одного из подозреваемых. На месте преступления было найдено водительское удостоверение одного из них. При обыске в домах арестованных были изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, глушителей и боеприпасы. Позднее был обнаружен и фургон с тушами животных. Это не то, как мы представляем себе Германию, когда кто-то открывает стрельбу из охотничьего ружья на улице только потому, что может быть пойман за браконьерство. Вот почему этот случай обескураживает. При допросе один из подозреваемых признался в браконьерстве, но не в стрельбе. Второй предпочел сохранить молчание. Дания вновь стала первой европейской страной, отменившей все ковидные ограничения. Теперь маска не нужна даже в транспорте. Некоторые меры контроля сохраняются лишь для въезжающих иностранцев, но в Копенгагене надеются, что и это ненадолго. Наконец-то мы больше не обязаны носить маски. Теперь у нас есть выбор. Или мы хотим защитить себя, или мы хотим быть свободными. Премьер-министр Метта Фредериксон объявила, что страна возвращается к жизни, какой мы ее знали до короны. Считается, что от вируса защищены 80% датчан. Это привитые и переболевшие граждане. Сейчас вирус уже достаточно безопасен, поскольку очень многие датчане вакцинировались. В сентябре прошлого года Дания уже была первой страной Европы, отменившей коронавирусные ограничения. Но в ноябре их ввели вновь, тогда еще и за дельты, а потом появился и омикрон. В Варшаве прошла акция памяти жертв нацизма. Она была приурочена к годовщине убийства командующего силами СС Франца Кучера. Его прозвали «Варшавским палачом» за жесткое подавление выступлений против нацистов и карательные операции. Он, в частности, проводил публичные массовые казни на улицах города. Польская армия Краева по согласованию с правительством в изгнании приговорила Франца Кучеру к смерти. В ходе операции 1 февраля 1944-го бойцы сопротивления заблокировали кортеж видного нациста на подъездах комендатуре СС в центре Варшавы и расстреляли его. К счастью, этот негодяй наконец понес наказание за свои злодеяния. Это ужасно, что делали эти мерзавцы. Открыто и показательно расстреляли столько людей. Вместе с тем, ужасна была и реакция немцев. Они убили в отместку 200 человек. Франца Кучеру называют самым высокопоставленным нацистом, убитым бойцами сопротивления в Польше. Отмечается, что после этой операции немцы прекратили практику публичных казней. За два дня до открытия зимней Олимпиады в Пекине главный символ игр начал свое путешествие по китайской столице. Зажег олимпийский факел вице-премьер китайского правительства Ханьчжен. А первым факелоносцем стал 80-летний эксканькобежец Луо Чжихуань, в 1963 году ставший первым китайским чемпионом мира в зимних видах спорта. Пробежав около 100 метров по Олимпийскому парку, Луо передал огонь тайконавту Цзин Хайпену. Который первым в Китае совершил три орбитальных полета. Всего в эстафете Олимпийского огня примет участие около 1200 человек. Она включит в себя 12 этапов в трех кластерах проведения олимпийских состязаний. Пройдет мимо Летнего дворца и участка Великой Китайской стены. Из-за пандемии маршрут и продолжительность эстафеты были существенно сокращены. Ее этапы расположены вдали от оживленных улиц и районов. Зрители на нее допущены не будут. Завершится эстафета вечером в пятницу на стадионе Птичье гнездо.